я снова приветствую вас дорогие друзья на своем канале в этом видео как и обещал мы поговорим о том где менять валюту где покупать юани как их менять рубли на юани доллары на юани в стране заранее или где давайте обо всем подробно я расскажу итак как я рекомендую поступать с валюты ну во первых смотрите что на хайнане расчет производится только в юане это не турция да не тайланде можно и доллар и евро все остальное расчет происходит только в юане поэтому имейте это в виду где вам купить юани смотрите есть несколько способов да я расскажу какие есть вообще и какие рекомендую я первый способ это вы купили как обычно доллары да с долларами приехали на хайнань и начали их менять соответственно на месте где можно вообще поменять валюту на хайнане ее можно поменять как в отеле при отелях всегда стоит банку в чайна как наш сбербанк в принципе курсы такие же как и в банке собственно можно сходить и в банк поменять валюту ну или соответственно вы можете поменять валюту у гидов то есть курсы везде будут немножко разные поэтому здесь у нас смотреть как выгодно также вы можете поменять евро рубли на хайнане вы поменяете только у гидов ни в одном банке рубли на юане вам не поменяют. Соответственно, какой есть еще способ? Вы можете купить юани сразу в России, минуя вот эту большую конвертацию доллара, евро и так далее. И сразу хочу заметить, я не рекомендую покупать евро и с евро ехать на Хайнань. Почему-то, сколько раз я замечал, евро гораздо хуже по курсу, чем доллары. Поэтому тоже имейте это в виду. Поэтому смотрите, проще всего, если вы собираетесь на Хайнань и в вашем городе есть предложение по юаням, просто есть маленькие города, откуда люди действительно вылетают, точнее, или едут из этого города в более большой город, и там не продают действительно юани, и с этим есть некая сложность. Вообще, рекомендую просто приходите в банк, меняйте рубли на юани сразу и, соответственно, летите сразу с местной валюты. Вы тогда избежите двойной конвертации, рубли, доллары, доллары, юани и так далее. Поэтому это, наверное, самый простой способ. Многим я его и рекомендую. Здесь еще хочу отметить, но здесь тоже смотрите, я вот просто, как говорится, часто летающий пассажир, да, на остров Хайнань, я замечаю, что иногда, иногда в аэропортах вылета, например, московских или вот из Сибири вылетал, из Новосибирска, где приезжает трафик китайцев, юани продают выгоднее, чем в банках, потому что они выбирают в себя, скажем, ну, обменный курс, вот приезжают китайцы, меняют, 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 одевать их надо куда-то. И поэтому курс бывает в аэропорту выгоднее, чем в банке при покупке юани. Но здесь есть два момента. Я один раз попался с тем, что я пришел, а юани закончились и кто-то уже выкупил, да, а второй момент, что действительно курс был такой же или иногда чуть выше. Поэтому имейте в виду, может быть, заранее лучше позвонить в аэропорт, в обменный пункт, уточнить курс, может быть, зарезервировать для себя валюту, и тогда это будет для вас выгодно. Ну и еще один способ, который в последнее время, наверное, самые оптимальные и актуальные для нас. Мы просто перестали бегать с этой валютой, не мучить себя этими всеми историями. Мы просто приезжаем в Китай, заходим в Банк оф Чайна и снимаем деньги просто с карты, и все. И, как говорится, голову больше на эту тему не греем. Просто зашли в банкомат, ставили карту, она автоматически вам выдала валюту местную. Это по любой карте, абсолютно по любой, какая у вас карта не была, мастер, виза, любого банка, там Сибербанк, Альфа, Тинков, неважно. Вы, когда снимаете деньги с карты в той стране, она автоматически конвертирует в ту валюту, которую вам должны выдать. Поэтому вам не будет в банкомате Китая выдавать рубли или доллары, вам сразу выдадут юани. Здесь вы спросите, конечно, а выгодно это или нет? Я скажу, что я практически с любой карты снимал, скажу, что это примерно то же самое, что вы придете покупать валюту в банк. Действительно, я сейчас себе завел карту, не знаю, прозвучит это в качестве рекламы или как для вас, я завел карту Тинков Блэк. На самом деле, я здесь никак не пропагандирую, просто хочу сказать, для нас, для семьи это очень удобно, потому что по этой карте мы, помимо того, что получаем хорошую конвертацию, то мы еще получаем дополнительную страховку, она сразу на всех членов семьи наших идет. И плюс у нас еще два раза в месяц есть бесплатные лаунж-кейи, это, скажем, когда вы прилетаете в какой-то город, неважно, российский или заграничный, вы можете воспользоваться бизнес-залом, где есть там напитки, еда и так далее. И действительно, это очень выгодно. Дорогие друзья, мы в бизнес-зале Air China, в аэропорте Пекин, в терминале 3. Здесь есть отличная бизнес-зона, мы здесь бесплатно, вот мы на целую семью здесь разместились, сейчас позавтракаем, отдохнем и спокойно полетим уже в Москву, и 8-й часовой перелет нам покажется совсем легким. Да, эта карта, я сейчас не помню, по-моему, точно, она стоит 3000 рублей в месяц отслуживания, но так как мы летаем достаточно часто, и когда мы с детьми маленькими приезжаем в аэропорт, нам выгоднее воспользоваться этой картой, где-то поужинать, пообедать, да, спокойно разместиться, нежели чем сидеть там на лавочках в аэропорту и еще и покупать втридорого, вы сами знаете эту еду. Поэтому для нас она стоит того, для нас она окупается, возможно, вы тоже часто летаете, возможно, у вас поездки есть по России, и имейте в виду, что это достаточно удобный способ. Как говорил, мне Тинькофф за это не платит, но я просто хочу сказать, что это удобно. На самом деле, такие карты есть не только у Тинькоффа, есть и у Альфа-банка, я знаю, у меня была, но просто именно цена обслуживания, я раньше когда-то обслуживался в Альфа-банке на эту тему, она у них взлетела в два раза, и сейчас, не ошибаюсь, по-моему, стоит около 6000 рублей, а у Тинькоффа три. Собственно, поэтому мы и выбрали. Поэтому смотрите, в каждом банке есть вот такая некая программа, уточняйте, она будет для вас, наверное, выгодна, если вы будете часто путешествовать. Ну, скажем, от, наверное, четырех раза в год, если вы куда-то выезжаете, в том числе, наверное, по России, это для вас, я думаю, будет выгодно. Ну, в общем, и все, что я хотел сказать про обмен валют. Если на какой-то вопрос не ответил, обязательно задайте мне его в комментариях, я обязательно отвечу. И в следующем видео я хочу с вами поднять такую тему, меня часто спрашивают, это что делать, если мы купили тур заранее, а он все-таки подешевел. Как нам быть? То есть, можем ли вернуть ту цену, которая сейчас текущая стоит? Можем ли вернуть тур и так далее? Я знаю, что это очень актуальный вопрос, постараюсь на него максимально подробно ответить. Так что подписывайтесь на мой канал, не пропустите мои свежие выпуски. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. Увидимся!